Хот-доги с мясом осла. Листья камыша, они дают необычный вкус. Всем привет, с вами Сергей и вы на канале АСМР Сергей. И это будет необычный выпуск, и да, я буду разговаривать. И темой сегодняшнего выпуска будет доставка. Вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно изменила нашу жизнь доставка? Мою так точно изменила. Люди во многих странах мира заказывают с доставкой всё. Технику, еду, любые товары потребления. И на самом деле это очень удобно. Можно не отвлекаться ни от каких дел, заниматься полезными делами. Тебе принесут домой всё, что ты хочешь. Готовую еду, продукты, технику, всё. О чём говорить, даже камеры, на которые сейчас я себя снимаю, я их заказывал просто с доставкой, просто в интернет-магазине. Я обратил внимание, что мы с семьёй ездим в такие места, как маркет или торговый центр, один или два раза в месяц, и только для того, чтобы больше как погулять, нежели за покупками. Ведь ежедневные товары потребления, в основном это продукты питания, мы заказываем с доставкой. Всё приносят к двери и очень быстро. И зачастую доставка стоит столько же, а во многих случаях и дешевле, чем, например, ездить в супермаркет. Это также и касается доставки готовых блюд. И так как я не знаю, все ли подписчики знают, я сейчас нахожусь на юге Китая, город Гуанчжоу. Я здесь проживаю уже очень много лет. И здесь также очень-очень развита доставка еды. Это на самом деле очень настолько глубокая тема, что, чтобы рассказать о всех её тонкостях и деталях, даже одного выпуска не хватит. И сегодня я закажу, постараюсь заказать несколько позиций китайских блюд. Расскажу вам про тонкости доставки, что в основном едят китайцы, что они любят, что они чаще всего заказывают. Давайте попробуем оформить заказ, посмотрим, насколько это быстро. Мне достаточно взять свой телефон и выбрать доставку. Кстати, ещё забыл сказать. Для китайской аудитории на китайские платформы я снимаю такой контент, обзоры на доставку еды. Ну, а-ля типа китайский обломов. Примерно то же самое. Итак, нажимаем приложение по доставке еды. Вот так оно выглядит. Также, естественно, здесь есть KFC, McDonald's, Burger King. Они немного отличаются. Меню отличается от других стран. Здесь есть свои особенности, свои блюда. Также есть пицца, всевозможный фастфуд на местный стиль. Есть всевозможные роллы. Видите, как они выглядят внутри. Они отличаются. Сразу говорю, роллы и суши отличаются, например, от России. Смотрите, у нас роллы, такие как Филадельфия, Калифорния, вот самые примерно популярные. Здесь же роллы и суши, они больше смещены. Здесь больше рыбы. Она свежее. Здесь отсутствует сыр Филадельфия в 99% доставок. То есть даже тяжело будет найти такой ролл, где есть там сыр Филадельфия и так далее. Так, ну что, я сделал заказ. Заказал я какие-то два вида роллов. Это не такие непривычные нам роллы. Я сам на самом деле их даже ни разу не пробовал. Но мне кажется, это больше корейский стиль, чем китайский. Но мы посмотрим на них. Потом так называемые китайские бургеры. Их называют китайскими бургерами. Такое слоеное тесто с различным мясом внутри. Тоже увидите. Потом такой хот-дог из слоеного теста с мясом осла. Потом пару китайских таких блюд. Дзонгзи. Здесь как раз сейчас был фестиваль лодок. И это как такое праздничное блюдо. Хоть они его и едят круглый год, но оно такое готовится именно в эти дни. Посмотрите, что это такое. Какую-то китайскую шоурму и шарики. Потом еще заказал очень интересное блюдо. Это мясо, завернутое в кожу желудка. Суммарная сумма заказа у меня примерно 200 юаней. Это где-то плюс-минус 2400 рублей. Вот. Но я заказал достаточно много, чтобы было вам что показать. И пока мы ждем мой заказ, посмотрите, насколько развита доставка. Я, находясь за тысячи километров через полземного шара от города Краснодар, могу просто взять свой телефон, открыть приложение Перекресток и с помощью него заказать доставку продуктов из магазина Перекресток. Ведь они доставляются за 60 минут, если вы, конечно, в зоне доставки. Берем телефон, открываем приложение и выбираем. Так, что я закажу своей маме? Как я уже говорил, доставка еды, она очень удобна. Если вы заняты домашними делами, не хотите от них отрываться, или сидите с ребенком, или просто не хотите тратить время на поход в магазин. Доставка продуктов из магазина Перекресток – это то, что вам нужно. Сейчас, кстати, сезон черешни, черешня отборная, добавлю ее в корзину. Полезные фрукты и ягоды, что может быть лучше в летнюю пару, ведь это витамины. Кстати, цены и акции не отличаются от магазинных, и ассортимент в 35 тысяч товаров, я думаю, вы точно найдете то, что вам нужно. Так, ну что, оформляем мой заказ. Я заказал маме черешня отборная, апельсины, творог и салат-фаворит от Шеф Перекресток. А, и еще, кстати, приятный бонус. По моему промокоду SERGEY20 вы получаете 20% скидку на первый заказ. Скачивайте приложение по QR-коду или по ссылке в описании под видео. Вот, кстати, посмотрите, что доставили моей маме. Она очень довольна, доставили очень быстро, все продукты свежие. Мама, приятного аппетита! Даже утреннее кофе я заказал себе с доставкой. Его принесли буквально за 10 минут. Вообще, доставка, эти ребята, они бегут, несут, постоянно куда-то едут. Это тысячи, сотни, сотни тысяч людей. Просто спасибо им всем огромное за то, что делают нашу жизнь комфортней. Так, ну что, еду мне принесли. Посмотрите, сколько пакетов. Вот, напоминаю, примерная цена всей этой еды 2400 рублей. Ну, это если с перевода с юаней. Сейчас мы по одному будем распаковывать, смотреть. И я более подробнее буду рассказывать о каждом из этих блюд. Давайте начнем. Так, и первый пакетик у нас. Обратите внимание, много блюд доставляются в пакетиках. Минимальная для сохранения температуры, потому что, на самом деле, здесь очень жарко. Сейчас лето, и еда все равно доезжает горячей. Комплектация. Одна салфеточка. По поводу комплектации, ты сам выбираешь, нужно ли тебе салфетки, палочки и так далее. Вот, в 99% это бесплатно. Ты добавляешь просто сколько комплектов тебе надо. Вот, я везде постоянно нажимаю не надо, так как я записываю на студии, у меня здесь все есть. Какие-то два маленьких ролла. Это роллы в корейском стиле. Вот, я впервые такое пробую. Давайте оба откроем. И разрезаем. Что это такое? Какая-то греночка. Вот, посмотрите, внутрь. Достаточно много начинки. Давайте попробуем. Впервые пробую, честно. И, честно, очень тяжело описать прям вкус. Ну, сверху это вот коричневый рис. Внутри как салатик с майонезом. И с чем-то мясным. Ну, может, чуть-чуть отдаленно напоминает оливье. Как будто оливье завернули немного в рис и нори. Но достаточно вкусно. В другом здесь, походу, ветчина, сыр, овощи и что-то еще. Попробую. Очень вкусная такая, нажористая штука. Такая... Как будто салат. Но, единственное, очень много ингредиентов. И вкусы смешиваются. Нет какого-то одного выраженного вкуса. Ну, вот, единственное, рис и нори. Вот сверху оболочка, оно прям дополняет так. Это правда вкусно. Хоть это и не совсем китайское блюдо, наверное. Написано, что это корейские роллы. Но, так как они здесь есть в доставке. И их много покупают. Вот. То есть, здесь это пользуется спросом. За два этих ролла, если округлить, наверное, примерно 450-500 рублей. Вот. Они небольшие, но вкусные. Но, мне кажется, оно того стоит. На самом деле, мне очень тяжело прям сильно разбираться в ценах. Имеется в виду разницы в России, Китае. Так как здесь цены, например, в Гуанчжоу очень дорогие. Здесь еда и доставка очень дорогая. Напиточек какой-то, хотя я не заказывал. Шарик. Еще один шарик. Какая-то шавуха. Такая плоская. А это я знаю, что это я специально заказал. Это дзонгзы. Это дзонгзы. Окей. Давайте начнем с этого блюда. Дзонгзы. На самом деле, у этого блюда очень долгая такая история. Если по-простому сказать, то это рис, специи, какое-то мясо. Там разные могут быть начинки. Завернутая в листья камыша. И сделанная на пару. Потому что раньше не было, допустим, у многих людей посуды, чтобы варить или готовить. И каким-то образом вот они и так умудрялись. Если хотите более подробно, я могу в следующий раз более подробно рассказать историю этого блюда. Я уже пробовал такое блюдо. Но на самом деле, очень вот эти листья камыша, они дают необычный вкус. Очень необычный вкус. Я даже не буду... Его правильно едят вот так, открывая одну часть и кусая. Но я разрежу, вам покажу внутри, как оно выглядит. Вот, видите, внутри рис, мясо, какое-то специи. Запах у него великолепный. Из-за этих листьев оно непередаваемо такое что-то, как будто немного речное или с рыбой. И рис, из-за того, что он готовился на пару, он, видите, весь такой плотный, слипшийся. Это тоже... Оно очень сытная и очень вкусная штука. Давайте откусим скорее. Такое плотное. Еще горячеватая. Внутри еще здесь есть, видите, арахис, какие-то орешки. Ягоды или фасоль. Очень вкусная штука. Так, давайте теперь посмотрим на китайскую шавуку. Ну, я не знаю, это не шаурма на самом деле. Я не покупал это из разряда шаурмы. Хотя у них есть что-то похожее на шаурму такое. Это хлеб. Такой, видите, такой мягкий. А это локальное блюдо рядом с соседней провинцией Фудзин. Да, это можно, я думаю, назвать какой-то родновидностью шаурмы. Давайте разрежем, посмотрим. Картошка и морковка. Так что это не шавуха. Ну, в принципе, это можно назвать овощной шавухой. Давайте попробуем. Овощи приготовлены, так знаете, как оно, аль денте. То есть, они не до конца готовы, солененько. Специи такие. Здесь достаточно распространенная североспеция такая для барбекю. Вот. Я не знаю, как вам ее объяснить. Достаточно вкусно. Цена этой шавухи 8 юаней. Это примерно рублей 100, наверное, да. 100-100 с копейками рублей. А и дзонгзи, которые я ел только что до этого, цена 10 юаней, это, пусть будет где-то 130 рублей. Вот. Хотя дзонгзи, я видел и по 3 юаня есть. Так, и следующие вот эти шарики, это больше к десертам. Здесь перемешанная внутри, насколько мне понятно, фасоль. Фасоль с сахаром, обваленная в тесте, жареная в масле и посыпанная кунжутом. Такая булочка с фасолью. Давайте разрежем. Ну, фасоли здесь почти нет. Обманка. Пахнет сладким, знаете, как пончики или хворост вот жареный в масле. Давайте попробуем. Короче, тесто примерно такое же, как пончики, но оно более упругое, что ли. И внутри вот эта вот сладкая начинка и кунжут сверху. В принципе, вкусно. То есть, это понравилось бы большинству наших людей. Правда вкусная штучка. И бесплатно мне дали напиток. Я, насколько понял, это соевое молоко. Давайте попробуем. Честно, здесь кухня в Китае настолько разнообразная. И за все эти многие года, уже более 10 лет, мне так хочется иногда тех людей, которые здесь никогда не были, привезти. И так как я уже прошел весь этот путь, можно сказать, пробование этой еды, хочется показать, рассказать и посмотреть на реакцию людей. Очень густая штука. Знаете, как теплая вода с мукой, с сахаром и с каким-то привкусом. Вот. Ну, это в принципе неплохо. Видите ли еще что? Я сам по себе человек не очень сильно брезгливый. Вот. Как бы мне вот вкусно почти все, можно так сказать. Я не люблю придираться к еде. Что может быть вкуснее? Кофе. Следующая, как говорится на китайском, сяига. Так, посмотрим. Это что-то небольшое. Я думаю, это будут... Да, это... Китайские бургеры. Так, пакетик. Палочки. Перчаточки. Так, что такое китайский бургер? Это слоеное тесто. Такая булочка из слоеного теста. Оно, кстати, это слоеное тесто готовится чуть по-другому. А не как стандартное слоеное тесто. И внутри... Смотрите. Много-много мяса. Мясо может быть разным. Вот. Это похоже на тушенку запах, кстати. Давайте попробуем. На вкус тоже как будто... Ну, такую мегаэлитную тушенку разогрели. Добавили еще туда мясо. Ну, я думаю, это не тушенка. Здесь тушенка не так развита. Ну, в смысле, не так популярна, как у нас. Я думаю, это просто такой стиль приготовления мяса. Вкусная штучка. Вторая такая же. Одинаковая. Надо было две разные покупать. Я что-то торопился, натыкал так. Итак, следующий пакетик. Здесь достаточно большой пакет. Посмотрим, что там. Так. Это маринованные овощи или редька. Видно, что острая и теплая, потому что поставили на теплое блюдо. Ну, здесь с этим никто не заморачивается. Если вдруг по каким-то обстоятельствам дружаблова будет смотреть это видео. Здесь горячая кола, это нормально. И холодная закуска на горячем блюде, это тоже нормально. Вот. Так, комплектация. Вот такой пакетик. Тут ложка, палочки, салфетка и зубочистка. Так, изначально я хотел купить хот-доги с ослом или ишаком. Не знаю, как правильно. И получилось так, что я заказал сет. Здесь макароны, суп и мясо осла. Вот. Это острое и кислое, насколько мне понятно. Давайте попробуем сперва. Супчик этот. Смотрите, какой горячий пар идет. Я по запаху чувствую, там очень много сычуанского перца. Если кто не пробовал, сычуанский перец, он не острый. Он немного так... Именно о котором говорю я с сычуанским перцем, он такой, как вяжет. То есть необычная такая, это не острота, как вот мы привыкли. Там видно какое-то другое вещество. Честно, я не вдавался в подробности. Вот. Но мне не очень сильно нравится этот эффект. То есть я острое люблю, а вот сычуанским перцем нет. Остробатая штука. Мясо я даже не могу сказать, что оно напоминает. Давайте попробую отдельно. Очень остро. Просто, знаете как, просто какое-то мясо. Потому что там столько много специй, остроты, что какого-то выраженного вкуса нет. А цена за этот сет, получается два хот-дога с мясом, маслом, какие-то овощи и вот этот вот суп. Макаронный суп. Ну здесь, видите, он больше макарон, очень много. Где-то рублей 500 на рубль, если переводить. Давайте попробуем овощи. Что это такое? Да, это квашеная редька, походу. Островатая. Хот-доги с мясом осла. Вот так эта штучка выглядит. Тоже такое, как слоеное тесто. Обжаренное или запеченное. Здесь вот мясо. Пахнет, знаете, как с беконом. Мясо с беконом. Обжаренное. Достаточно нормально, кстати, начинки. Нормально мясо. Немало. Давайте попробуем. Вкусное, соленое. Как будто с беконом. Чуть-чуть со свининой и беконом. Но она единственное суховатое. Вот это мясо, ой, тесто. Оно не совсем такое, как слоеное. Знаете, на что похоже? Она толстая, именно по консистенции на толстое тесто в прослойках Наполеона. Да, наверное. Но штука вкусная, честно. Я до этого один раз пробовал такое. Так, еще один пакетик. Так, это у нас соевый соус, да? Да, это соевый соус с чесноком. Вот этот соус зеленый. Сейчас я вам скажу. Это, этот соус зеленый, это соцветие цветы лука-порей. То есть, все перемешанные, как-то там сделаны. То есть, тоже очень необычный соус. У него очень выраженный такой чесночно-луковый такой запах. Это необычный соус, если честно, прям вообще. Комплектация. Ложечка, салфетка, палочки, перчатки. Так, смотрите, это необычное блюдо тоже. Вот, я его тоже до этого только один раз пробовал. Это блюдо с провинцией, которое близко к Монголии. Мясо ягненка, завернутое в желудки. И все это сваренное. Вот такая штучка. Стоит это, если на рубли где-то, рублей 550 за две такие штучки. Они вот буквально вообще тут ничего не весят. Давайте я разрежу вам и покажу. Они обычно по-правильному вот здесь завязываются как кишкой. Но здесь в нашем случае у нас просто веревка. Ее надо будет удалять. Вот видите, внутри просто мясо, сплошное мясо. Оно сочное, с жирком. Пахнет вкусно. Главное не забудьте нитку достать. Обычная капроновая нитка. Можно подавиться. И вот так макаешь его. Либо в соевый соус с чесноком, либо в зеленый. Вот это. Из соцветия фука парей. Это вкусное вареное мясо. Это правда вкусное вареное мясо. Ну что ж, всем спасибо. Я надеюсь вам понравилось это видео. На русском языке я снимаю впервые, наверное, в таком стиле видео. Напишите в комментариях, как вам сегодняшняя еда. Не забывайте, пользуйтесь доставкой. Не забудьте про мой промокод. Сергей20. Это доставка продуктов из магазина Перекресток. Напишите, какие бы блюда вы попробовали из сегодняшнего видео. А еще, я надеюсь, вы не совсем голодные смотрели это видео и тоже кушали со мной. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, если вы хотите еще больше таких выпусков на русском языке. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok